Ориентировочно 7 января 2019 года меня подключили к условно неизвестной системе, так как материал с подобным опытом можно найти в интернете. Принцип работы, вероятно, с эффектом Фрея и свечая излучение во внутреннее ухо. Технологии основаны на том, что мне ввели вещество, благодаря которому я могу внутренним ухом улавливать радиочастоты. Вещество паразитирует на нервной системе, собственно, на нервных окончаниях и передачах импульсов в головном мозге. Как известно, наша нервная система, головной мозг, а также спинной мозг проводят слабые токи. Эти технологии в прямом смысле уничтожают здоровье. За год испытаний надо мной я провел самостоятельное расследование, чтобы выйти на пытающих меня людей. Пытали круглосуточным психологическим прессингом, что является прямым харазмитом. Прохранительные органы на мои заявления никак не реагируют. Мало того, многие из них оказались коррумпированы. Судя по всему, мы обещали места в иллюминатах, кабале или черепах и костях. За это время я выяснил, что это организованная группа из работников бывших и состоящих на службе с правоохранительных органов и медицинских работников. За год мучений я разослал множество писем в прокуратуру и МВД Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова. Обращался в приемную президенту России. Непосредственно всеми доступными способами донес информацию до прямой линии 2019 года Путин-ВВ. Обращение в ФСБ также не дало результата. Вероятно, криминальные системы крышуются криминализированными работниками ФСБ, далее по списку МВД и прокуратурой. Также вполне возможно военными обкатываются технологии подавления восстания или наоборот приручения людей, так называемый контроль разума. Как показывает материал из интернета, подобным образом пытает военнопленных и политических заключенных в Китае. Вор прокуратуры одного из криминализированных городов России, Саратова, стал надежным прикрытием для данной ОПГ. Они, не стесняясь, устраивали переговоры на улице. Позже я видел данных господ, которые потворствовали на нарушение всех мыслимых законов и конституционных прав человека на свободу. Видел в поликлинике, после чего исчезали карточки по делам об избеянии меня как потерпевшего. Видел в железнодорожной больнице, после чего голоса стал слышать громче. Возможно, были введены вещества путем капельницы перелечения. Для введения вещества и для контроля за здоровьем, как испытуем, были организованы две драки. Первый раз, чтобы ввести вещество. Второй раз был предупредительный, чтобы я отказался от самостоятельных расследований. Также я понимаю, вторая драка сотрясением нужна была, чтобы взять пункции, костный мозг на анализ, от чего в больнице я отказался. Естественно, брали и кровь на анализ. Меня даже принуждали сдать сперму, судя по всему, для того, чтобы эксперимент имел все медицинские обоснования и анализы. Вполне вероятно, для того, чтобы в будущем подать заявление на изнасилование с целью шантажа отнять офис, в котором я проживаю. Но он мне не принадлежит. Отдельная история, как меня развели вложиться в пирамиду Евдокимова под видом нового государства, куда я вложил средства с продажи квартиры, тоже имеет с большей вероятностью отношение к этой истории. Вероятно, эти деньги велось в спонсирование этих операций. При общении с данным господином, с Евдокимовым, он отрицал свое причастие к данным процессам. А после его инвестиционные сайты прекратили свое существование, хотя он говорил, что мой аккаунт находится в приоритете на выплату. Суть по всему, так гнобят многих инвесторов, чтобы они не смогли вернуть свои средства. Это своеобразный дидоз, когда тебя загружают таким количеством проблем, плюс не дают выспаться, плюс терроризируют круглые сутки. Что единственная мечта – выспаться. Пока тебе во время сна продолжают наговаривать в голову, и ты просыпаешься от комментирования твоих же снов. Представьте состояние организма и психики, когда хоразмин вместе с трансляциями радиосигнала не прекращается целый год, 24 часа в сутки, даже когда я просто пытаюсь выспаться. Все, что ты произносишь, вторится во внутреннем ухе. Означает у данной группы есть доступ ко всем паролям на компьютере, телефону и так далее. Чем они и пользуются. Мой компьютер был неоднократно взломан, фотографии в телефоне стоят неподатым, вне порядка. Часть данных и из компьютера, и из телефона пропали. Поясню, почему во внутреннем ухе произносится. То есть мысль, когда вы формируете мысль, и даже если вы молчите, но произносите, проговариваете внутри себя, эта мысль транслируется во внутреннем ухе. Означает, что если в тебе находится вещество, и они используют вот эту радиоволну, способную считывать как радиолокатор, то, естественно, все, что ты проговариваешь внутри себя, они также слышат. С кредитной карточки пробовали перевести деньги. В итоге операцию благополучно заблокировал Сбербанк. Прокуратура игнорирует закон в отношении меня. Судья устроил полное беззаконие. Оба адвоката по одному из дел в отношении подозреваемых в преступлении закона по многим статьям, смотреть видео ранее, коп, оп, оп, номер один, были также куплены, как и работники МВД, прокуратура, суда, включая медицинских работников. К сожалению, даже жители двора, где ловят данный сигнал, лучше всего не в состоянии осознать пагнумность данных несерфицированных и нелегальных технологий. Для этого я расклеил объявление по всем подъездам во дворе прокуратуры и Следственного комитета города Саратова. Судя по всему, халатность господина Радаева или генпрокурора Саратова или отдела полиции Волжского района играет на руку данной преступной группе. За это время у меня начали разрушаться зубы. Как вам известно из общественных источников, радиосигналы, сотовая связь, а также любые электрические сигналы отрицательно влияют на содержание кальция в организме. Соответственно, данная технология разрушает как зубы, так и кости суставные. А электрический прессинг нервной системы благодаря проводнику в организме разрушает весь организм в целом и конкретно нервную систему, головной, спиной и мозг тем более. По сути, я за год стал выглядеть постаревшим на десяток лет. Судя по всему, первую инъекцию вещества я получил после первой драки еще в декабре 2017 года, после чего меня наблюдали в течение года. А после, в 2018 году, предположительно, могли проколоть данным веществом в железнодорожной больнице, где я лечился от приобретенного за это время нейродермита диффузного и острого дисгидроза. Ранее очистил кровь, что уменьшило страдания. Лечение же гормонами в железнодорожной больнице прошло условно успешно. Но после этого я стал слышать еще лучшее, а рецидив с язвами по всему телу вернулся. Пока я лежал в больнице, я неоднократно отмечал, что когда я выходил на улицу, за мной начинали слежку. Сложно представить, что один и тот же мужчина, 30-35 лет на вид, выходит из другого отделения ровно в то же время, постоянно вместе со мной, поскольку я бы не выходил, утром, в обед или вечером. Меня предупреждали, что если я не перестану судиться с подозреваемой по первой драке, то меня ждет вторая, по не менее надуманным причинам. Так и произошло. Правосудие саратовской правоохранительной системы всячески препятствует законам исполнения наказания и впрямую решает вопрос, чтобы закрыть дело. Так как данные обвиняемые, судя по всему, являются ценными свидетелями нанимателей. По второй драке мне пришлось три недели оббивать пороги отдела полиции номер один города Саратова. Добился я лишь нескольких телефонных переговоров ни о чем и до сих пор не могу увидеть следователя, собственно, увидеть результат его работы. Следователи Ахджиньязов Мурат и Никита Мигунов играют в перекладных, мол ждут проверки с прокуратуры. С этим Никитой у меня состоялся разговор вне здания полиции, в Курилке, где он мне отговаривал давать показания, что меня избили с целью грабежа. Так как во время драки, после того, как я потерял сознание, с меня были сорваны оба браслета, что я обычно носил, и они есть на видео ранее на YouTube-канале. Визуально я знаком с преступной группой, что является соседями в дворе Следственного комитета и прокуратуры города Саратов. Все они играют в дворочков, изображая добропорядочных граждан. Один из соседей часто с какой-то целью подходил делиться опытом, как он лежал в психобольнице, куда меня, собственно, эта группа и направляла. Обещая, что после того, как я получу справку, меня обеспечат высокодоходные работы и проблем каких-либо, работая на них, совершая преступную деятельность, у меня с законом не будет, отчего я множество раз отказывался. Вероятно, группа решила переехать во двор Следственного комитета города Саратов всей криминальной структурой, чтобы быть под крышей продажных работников правоохранительной системы. Хитрость и наглость в действиях и общении этих пар семейных приходится удивляться. Несмотря на внешнее дружелюбие, они помимо того, что заключили меня в рабство данными технологии, издеваются круглыми сутками. Обкидывая автомобиль то стеклянными бутылками, то гнилыми фруктами, то плюют на него, то закидывают бычками. За это время два раза совали гнилое мясо в вентиляцию, целыми неделями воняло трупами. Стучали по батареям пустыми пластиковыми бутылками со словами «Мы все равно сведем тебя с ума». Все с целью жить меня с единственного места, где я могу проживать в данный момент по адресу улицы Комсомольской, дом 34, дробь 38. Данные соседей разным людям представляются разными именами, внешне изображают добропорядочных, но определенно по ним должны быть возбуждены уголовные дела. Ложь очевидна. Говорят, что работают круглыми сутками, и это очевидно, но не на работе, а дома. С оборудованием. А их шаги слышны и днем, и ночью. При переговорах с ними они неоднократно сами обнаружили себя и не стесняются. Объясняю, что у них сильные покровители и заказчики на данный эксперимент. А сами они планируют выселить половину двора для того, чтобы заселить своих подельников. Соседей также слышно через вентиляцию как в бывшей ванной, так и туалете. И они прекрасно знают, что обнаружены, но их искусство лгать приходится девиться. По сути, за все время они только и делали, что практиковали психологические мучения и искусство лгать, обещая, что в любом случае их отмажут. А за это время они так научились врать, что готовые кинуть вызову полиграфу или детектору лжи, тщательно подбирают двухсмысленные фразы наподобие «Мы убьем тебя на деньги, за деньги, деньгами» и так далее. По сути, за все время харазмента я пытался договориться с ними, чтобы они переставали меня истязать. Они обещали компенсировать все страдания разными суммами. Ущерб здоровью, моральный ущерб был нанесен колоссальный, для чего потребовались множественные анализы. А МРТ мозга показывают повышение МР-сигнала ПТ-2 от равномерно утолщенной слизистой клеток решетчатого лабиринта, правой верхночелюстной пазухи и левых отделов фронтальной пазухи. Как известно, ухо, горло, нос взаимосвязаны в черепе человека. И от чего бы там электрические сигналы были увеличены? Отмечены и другие изменения в мозге, для чего потребуется наблюдение в Институте мозга в городе Москве. В связи с чем, позже я также дам пояснение. За год количество скорых, приехавших в данный район, уже близится к 80 посещениям. Каким гражданам и с какой целью, остается загадкой. Но есть предположение, что сама группа, чтобы выспаться, использует морфин. Инсулиновые шприцы за окно, как вы понимаете, больные с сахарным диабетом, выкидывать не будут. Со временем голоса стал слышать тише. Значит, возможно, есть шанс, что вещество сможет вывести сам организм. Но координация ухудшилась в разы. Зрительный нерв устает, и теперь сфокусировать свое зрение становится сложнее. Постоянно преследует мигрени, будто сдавление мозга. Как будто на него производится давление со всех сторон. Наверняка люди, купившиеся на разводку с психбольницей, до сих пор там могут находиться полиповым диагнозом. Вредность излучения никто не измерял, а ловят с разной громкостью по всему городу. Представьте, какой ущерб здоровью людей наносится и граждане даже не в курсе, а правоохранительная система закрывает глаза. За год проходящие люди мимо офиса, пока я сидел на балконе и курил ту сигарету, ту аппаразер, множество раз повторили фразы, что я слышал в голове. Возможно, они тоже неосознанно повторяли, думая, что это их внутренний голос. Многие останавливались и смотрели наверх. Были даже те, кто, проходя мимо, крестился, думали, что с ними разговаривает сверхъестественная сила. Также ко мне подходили незнакомые люди и здоровались, интересовались, как у меня дела. Некоторые проезжали сигналы, личности которых я также не знаю. За год я провел множество экспериментов. К примеру, когда я подходил к радио, то от меня шли наводки, в отличие от моих родителей. Вызывал сотрудников независимой электросетевой компании проверить на жучки квартиру. Но на удивление работников устойчивый радиосигнал источал лишь мой позвоночник и отделал шеи рядом с головой, чему они очень сильно удивились. Они же и посоветовали эксперимент с люстрой Чижевского. Место, где я сплю, я полностью обил фольгой, наподобие истории про питерских спасателей. Частоты стали проникать меньше, но от этого комната начала нагреваться на пару градусов сильнее, чем остальные в помещении. Сочетание включенной люстра Чижевского в комнате, обитой фольгой наподобие клетки Фарадея, и подобранной музыки с нужными частотами на порядок глушит и искажает голоса.